Что так закричали-то? Испугались? Да, да, да. Здравствуйте. Добрый день. Покажи им, где ты, Егор. Я вам могу сказать, у нас есть большой видеоканал, можете зайти, называется «Во свете Библии». Как? «Во свете Библии». А, ну хорошо. Ну-ка, попробуй набрать «Во свете Библии», Игнатий Лапкин. У нас там 15700 роликов. Нифига себе. Ну, если подписчики, 37 тысяч и 35 миллионов просмотров. Нормально. А вот вы возьмите, я начальник детского лагеря, был 45 лет. Я вашего брата знаю, какие вы. Да. 45 лет был начальник детского лагеря, православного. Вы зайдите на наш YouTube, и там все найдете. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Хорошо, мы обязательно посмотрим. Так. Если у вас будет желание встретиться, зайдите по скайпу «Игнатий Лапкин», вы меня найдете. Игнатий Лапкин, хорошо. Да, и вы себя увидите в записях. Ну вот, в церкви вы можете достать Библию, купить. Она дает человеку свет. Пробуждает совесть. Жизнь делает нас мысленной, богатой. Вы можете зайти на наши ресурсы в YouTube. Называется «Во свете Библии» наш канал. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Этот наш канал очень большой. 15 300 роликов. Наших. Не чужих. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Сколько подписчиков там? Сколько? Секунду. Подписчиков сколько там? «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии» и 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 « У нас 15 300 роликов наших. Мы строим православную деревню. Миссионерская поездка была от Тихого до Атлантического океана. У меня вышло 38 книг из печати. Я подарил 650 библиотек, полный комплект. Вам все это интересно. Начальник детского лагеря был. Как у нас храм построили, с нуля деревню строим. Сами, своими силами. И дороги строим, и школу, и храм. Все своими силами. Государство ни рубля не дало за 27 лет. И мы здоровые. У нас больных никого нет. Если вы зайдете во Свете Библии, также сайт. Не YouTube, а сайт. Через Google зайдете. Там наш сайт. Очень и очень большой сайт. Там 50 книг только моим голосом насчитано. Златоуст, Библия, Архипелаг, ГУЛАГ. И там все книги. 38 томов у меня вышло из печати. Вам было интересно задать вопросы, какие есть. Можете получить ответ. И в скайпе, если думаете найти, будут вопросы. Игнатий Лапкин, я один под этой фамилией. Себе запишите только. С четырех до четырех Москвы. Вопросов нет никаких? Мы верим во Христа, что Он умер за наши грехи. Что Иисус зовет всех в святой жизни. Мы до этого в рулетке находимся, чтобы проповедовать Слово Божие. Вы увидите, как у нас там во время моления бывают люди, как дети отдыхают, как строимся. То есть разнообразие там... Ну, 15 тысяч роликов. Это понятно, что... Мы при том не слепляем, а как есть, так и ставим. Они, конечно, для кого-то не так интересны, но зато видно, как мы живем. Ничего не прячем. Когда мы обедаем, ребятишки купаются, собрания бывают, соревнования. Все показываем. Потому что у нас все верующие, кто поселяется, должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Пять качеств. Вот по скайпу найдете меня, Игнатий Лапкин. И вопросы подготовите, если будет. Я вам не выдумывать буду. Отвечаю по Библии, по святым отцам, по мировой литературе и искусству. По поэтам и мировых таких самых значительных личностей. Так, я вам не нужен? Отхожу тогда? Да, хорошо. С Богом. С Богом. Храни вас Господь, да благословит вас Господь. Береги себя. Никуда никому в дом не заходи, я всем наказываю. Из дома идешь перекрестись, Господи, благослови меня. Родители, слушайся, чтобы быть благословенной. И Господь тебя сохранит, и ты другой жизнью будешь жить. Разводов-то уж за 80%. За перестройку 120 миллионов абортов сделали. Государство погубили. Разве мыслимо это? Живи для Бога. И Господь тебя благословит. С Богом. Вот мы людям показываем, что жить надо то, что нам Бог говорит в этой книге. Ну да. Все описано, да? Да. Все описано. Да, все описано. Писали святые божьи человеки, будучи движим и духом святым. Так апостол Петр пишет. Ну да. За апостола Петра знаю, конечно. Это же первый ученик. Да, первый Андрей, брат его. Он первозванный называется. А Андрей Петра позвал. Они же как, они там рыбу ловили, он подошел. Да, да. Я же научил быть вас ловцом человеком. Да, да, да. Это который ухо этому отрубил, да? Да, малхо, малхо, рабу. Малхо. Пришли Христа брать. Да. Не он ли отрекался от Христа? Он отрицался, он отрекался. А потом долго плакал, молился и Господь его принял. Его сильно католики почитают. Считают, что от него у них власть. От Петра, что ли? Да. А православное? Потому что у них там в Ватикане собор Святого Петра. Да. Это же по нему они построили. Конечно. Так он же, по-моему, первый, они считают, что это, а нет, Павел был первый этот. Так у нас город Петропавловск, Петра и Павла, Петропавловск, что тут говорить? Город Петербург, от кого? Тоже Петра. Ну, так у нас еще что-то другой был? Петербург-то, от кого называется-то, по-моему, от Петра Алексеевича? Это не во имя царя город-то назван, во имя апостола Петра. Да? Конечно. А там Исаакиевский собор. Да, потому что, видать, Четра-то назвали во имя того Петра, так получается. Ну, конечно, его и назвали во имя Петра. Другого-то Петра раньше не было, хотя были и другие Петры. Ну, Петр, это имя-то было распространено, это же англическое имя, да? Ну, да. Потому что канонизация... Так, погоди, 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 нет. Он же Симеон или как его, да? Симон, Симон, Петр. Говорит, я тебя называю, если, мол, Кифа звали его, Кифа. Кифа звали? Да. Это иудейское имя. Да, говорит, Петр, что означает камень? Они же иудеи. Конечно, все до одного. Видишь? А Петр имя-то не иудейское, да? Все это... Петр, это их имя, да. А наши имена, большинство взяты греческие, латинские. И несколько имен славянские. Там Борис, Глеб, Владимир, Владислав. А то люди говорят, Иван да Марья. Так, Иван да Марья, это еврейские имена. Так, Иван, это, по-моему, это же не русское имя. Да нет, конечно. А как же, любимый ученик у него был Иоанн. Иоанн, это же не русское имя, да? Это иревейское. А Иоанн креститель, это кто был? Еврей. Он на шесть месяцев старше Христа. Христа крестил. Да, 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 да. Он перед ним там крестил. Да. Он же Христа и крестил. Да, да. Иоанн же креститель его крестил. Да, поэтому Иоанн еврейское имя. В Иордане? Да. Христил не за деньги, как сегодня в церкви. Не лоб мочил, а прямо погружение должно быть полное. Да, полное погружение уже. Вот макал там. Да. И вот как вы с этим теперь живете? Ну, я 56 лет назад впервые получил Библию, после армии уже. И покаялся, работал на Балтике, на корабле. И вот 56 лет я прошел с верой в моего Господа Иисуса Христа. И не раскаиваюсь. Сколько радостей было, сколько побед было. И ни одного поражения. С Христом и не может быть поражением. С Богом. Потому что меня судили, советская власть, по санкции МГБ, Московского КГБ. Я много издательской деятельностью занимался. Ну, политзаключенные. А уже в 87-м, 15-го марта, вышел указ Президивного Верховного Совета СССР о помиловании. Не о реабилитации. Реабилитация только в 92-м, 4-е января пришла. Ну, реабилитация, это пересмотр делать. А все, нас выпустили 210 политзаключенных было в стране. А вы были политзаключены? Ну, они религиозные-то, за религию-то не гнали. 142-я статья была, а это нарушение. А какое? Мы молились отдельно где-то около церкви там или что-то. Я Евангелие переписал, подарил, тоже это все в вину ставилось. А я и насчитал. А это уже называется подрывная деятельность? Ну, да, подтащило устоисть этого режима тоталитарного. Это сегодня так пишут о моей биографии. А сейчас в какой режим? Ну, как считай. Вот, например, вот вы победили в Советский Союз. А сейчас чем много, в Христа верят. Ну, как, кто их считал-то? Ну, я скажу, что раньше больше люди Богом интересовались, чем сегодня. Ну, вот-вот и добились своего. А я раньше говорил, я вел занятия, я в пяти университетах сразу вел. Во всех отделах милиции, в воинских частях, на всех заводах и фабриках. И везде желанный был. А сегодня тогда три радиопрограммы вел. А сегодня не очень-то. Все везде по закреплению. Да, особенно у вас, смотри, все и посадят. Потому что вы, по-моему, по их стороне вы против Бога, по-моему, выступаете. Так же? Ну, как сказать, мы православные, мы... Да, православные. У меня братцы... Кто у нас патриарх-то? Патриарх Кирилл. Кирилл Гундяев. Ну, вот он тебя и посадит, что ты против него. Ну и все. Ты чего против кого-то тогда? А я не против него. Я за него молюсь. Я... А, ну вот, смотри. Он тебя за это и посадит, что ты за него молишь. Ну, если посадят за это, так я рад буду. Ну. А когда присоединились, то есть не рад был? Ну, того не было, потому что у меня большая работа была, а все прекратилось. У меня была тон-студия. А ты же на самом деле за Бога же был. Да. Начитано мной было около 50 книг религиозных. Библия, Архипелаг, ГУЛАГ. А когда все прекратилось, конечно... Архипелаг, ГУЛАГ, по-моему, не религиозный. Не религиозный, да. Но он рассказывал, какова же наша жизнь. А я это все испытал, на этом жил. Это мне было очень дорого и помогло в тюрьмах быть. Как в тюрьмах быть? Архипелаг, ГУЛАГ тебе объяснил, как в тюрьмах быть? Да. Я туда пришел, я знал, как себя вести. Выходя из тюрьмы, я сказал слова, которые там благословляют тебя, тюрьма. Ты многое мне открыла. Как Архипелаг, ГУЛАГ может тебе объяснить, как в тюрьмах жить? Да. Ну вот как? Ну вот я его читал, Архипелаг, ГУЛАГ. Как в тюрьмах жить? А если вы зарядите в интернете аудио, Архипелаг, ГУЛАГ или в Ютубе, Игнатий Лапкин? Я его, что по старой, как он называется, привычки, что он на бумаге читал, Архипелаг, ГУЛАГ. Ну, бумагу тут не... Я читал, да, я читал это. Раковый корпус я читал. Я насчитал это. Изобвенного Александра Исаевича, блядь. В 80-м году... Только плохие слова не говорите, не надо. Ну, понятно, что я не буду говорить. Вот. Я в 80-м году закончил его начитывать, и меня в этом же году арестовали. А еще у меня стихотворения много, и в одном... За хостом вы начитывали его, что ли? Я насчитывал полностью. Не, ну, понимаю. Ну, арестовали за что? А у меня начитано было... За Васильевича начитывали? Около 50-ти книг на магнитофон начитано, а потом у меня 15 магнитофонов. Да, но вы, да, продавали. Не продавал. Продавать это никак. Нету. Вы начитывали, а продавали другие. Никто не продавал, нет. А чистые давали? Я автомашинисты... Нет, нет, нет. Судьи... Во время следствия доказали, что не брал. Они чистые давали, а я взамен давал записанные. Понятно. Ну, ну, понимаете, что суд это не так же просто, что вот вас ввели в зал, а он виновен. Все, пошел в тюрьму. Да. Вот почти так же. Последнего слова лишили. Последнего слова лишили. У Гитлера Димитрова Георгия не лишили. А меня лишили. Последнего слова. Понятно. С последнего слова лишили. Это ладно. Но статья же была. Статья 190 прим. Как она интерпретируется? Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих общественный и государственный строй Советского Союза. Я говорю, Бог есть. А они говорят, нету. Ну, да, ну, да. Что процесс подходит под Солженицын, да. Что процесс подходит. Ну, серьезно. Такие есть. 4 января 92-го года полностью реабилитирован. И у меня шел суд за изъят 11 лет. Я его выиграл. Процесс этот. Я в Барнауле нахожусь. Мне тут два дома. В частное. Ну, такие одноэтажные. В частную собственность. Суд вырешил. Все. И 13 соток. Тут у меня... Как он называется? Компенсировали? Ну, да. 12 лет компенсировать невозможно. Надо было только в космос. Но, однако, все это дело позади. Вот я вот сейчас сижу. Это как раз полученные. Это Бог так сделал. Дал судебного исполнителя, женщины. Она говорит, все счета арестовую. Ни один бюджетник не получит, пока Слабкиным, Игнатием, Тихоновичем не рассчитаетесь. Я предложил рассчитаться недвижимость. Его два дома. 226 квадратных метров. Суд все это закрепил. И теперь я тут живу. А в другом доме молимся. Православная церковь основана. Вот как здорово. А в храм что-то не ходим? Так это храмы есть у нас. Как ходим? У меня брат священник. А здесь там, блин, в крестах. Да. К нам приезжает митрополит, патриарший. Вот 3 февраля служили. Если вы зарядите на нашем Ютубе, вы увидите, как у нас служит. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Ютуб. Наш канал. Ну, как вы можете в Ютубе распространять слово Божье? Да, я распространяю еще как. Так тут же и по... А, нет, в Ютубе, да, формулку не показывают. У меня Библия насчитанная. Я ее избиваю. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Ладно, хорошо. Вот зарядите там. «Во свете Библии» У нас 15 300 роликов там. И чего вы там нас танковали? Все, мы строим православную деревню. Я 45 лет начальник детского лагеря. Миссионерская поездка с книгами. У меня 38 томов вышло. От Тихого до Атлантического океана. И все заснято. Вы не оторветесь. Вот сейчас в Викторинбурге смута. Меня спрашивают. Я уже ролик выставил. Он на первом месте стоит сегодня. «Во свете Библии». «Во свете Библии». Вы запишите, а то забудете. «Во свете Библии» должна быть на первом месте без всяких ютубов. Я так понимаю. Это первая книга и единственная в мире. Других-то книг нет. Так, если у вас будет желание встретиться, в скайпе зарядите «Игнатий Лапкин». Вы на меня сразу выйдете. Я один такой. Под цвет по миле именем. И Игнатий Лапкин. Так, Лапкин, вопросов нету, если я отхожу. Ну ладно, давайте. С Богом. Вас как звать-то? Меня Александр. Александр, да помилует Господь и благословит вас на добрые дела.